Называется моё вступительное слово, там оно займёт, я думаю, минут 10, то есть, ну, я думаю, может быть, 12-14 минут, а мне отпущено 15 минут. Оно называется таким образом гендерная онкоэндокринология и высоко дифференцированный рак щитовидной железы, эндокринные факторы риска-антириска и валидация природы заболевания на основании Петровского диагностического бального показателя риска слогачественности узла в щитовидной железе. Надо сказать, что отличие эндокринологии, ну, в кавычках слово эндокринология, но имеется в виду, что именно об эндокринологии лечь у женщин с разными злокачественными образованиями, вполне возможно, чему мы уже, исследуя стероид-ассоциированные события, на что мы уделяли внимание и в 17-м году на 3-м Петербургском онкологическом форуме при раке молочной железы и теломатки. Так, по имеющимся данным, женщины с раком молочной железы и раком теломатки различаются по влиянию на маммарные петели и эндометрий, менопаузальный эстроген, содержащий терапию, и антиэстрогенного эффекта курения, а также воздействием пероральных контрацептивов, прогестинов, тамоксифена и ингибиторов ароматазы. Эти данные могут служить точками отсчета для сравнения с высокодифференцированным раком щитовидной железы, особенно в ситуации, когда речь заходит об эстрогенах при сопоставлении заболевающих женщин и мужчин. После периода полового созревания частота рака щитовидной железы растет преимущественно у женщин и снижается после менопаузы, что, как полагают, характеризует эстрогены в качестве ростовых факторов, влияющих как на нормальные, так и на малигнизированные тиреоидные петели. И в этом смысле это сходно с положением дел при раке молочной железы. Действительно, у женщин, в отличие от мужчин, более очевидна эстрогенозависимость, замедление прироста заболеваемости рака молочной железы в определенном возрасте. То есть имеется в виду период наступления менопаузы и после нее. И это напоминает ситуацию, о которой я только что говорил, применительно так называемому женскому раку щитовидной железы. Примерно такая же картинка должна быть. В то же время обращает на себя внимание содержание эстрадиола, эстрогенных рецепторов в опухолевой ткани рака молочной железы у женщин и мужчин, которая, как ни странно, покажется на первый взгляд более высоко у мужчин. Это касается и эстрадиола в опухоли, и эстрогенных рецепторов. Но пока это недостаточно изучалось в этом аспекте при раке щитовидной железы. С другой стороны, помимо эстрогенов, нам не стоит забывать и про такие гормональные факторы, как андрогены. Дело в том, что известно бросающееся в глаза, но редко отмечаемое сходство метаболических особенностей при избытке андрогенов у женщин и, напротив, при андрогенодефиците у мужчин. В том и другом случае развивается метаболическая дисфункция по типу инсулинорезистентности, проявляется повышение частоты сахарного диабета второго типа, и потом идет за этим и кардиоваскулярная патология. То есть речь идет не только о стероидных факторах, но и о факторах нестероидных природы, ассоциированных к жироуглеводным обменам, что уже исследуется и продолжает заслуживать внимания при раке щитовидной железы. Кроме того, накапливаются и сведения об уровне тереотропного гормона до операции мужчин и женщин с доброкачественными узлами или раком щитовидной железы, в том числе собранные в результате изучения большим коллективом сотрудников Центра Петровского диагностического бального показателя риска злокачественности узла. Поэтому по сокращению английскому это получается PTCS. А работы, извините, были опубликованы в журнале «Опухоли головы и шеи» в 2018 и 2019 году. Кто хочет, там состав авторов шире, и можно посмотреть более внимательно на эти работы. Теперь, если мы говорим о ТТГ, то у женщин при доброкачественных узлах щитовидной железы выражена тенденция к более высокому уровню ТТГ, чем у мужчин. Причем это достаточно достоверные различия. А в случае рака щитовидной железы тоже имеется тенденция у женщин к более высокому уровню ТТГ по сравнению с мужчинами. Но эта разница менее выражена, и она достоверности не достигает. То есть, если мы сравниваем рак щитовидной железы в сравнении с доброкачественными узлами щитовидной железы, существование которых доказано по результатам послеоперационного морфологического исследования. И при этом, по предварительным данным, процентное отношение рака щитовидной железы к доброкачественным узлам у мужчин оказалось выше, чем у женщин. Вот, можно вот здесь вот видеть. По уже полученным данным гистологического анализа послеоперационного материала. В то время как у женщин это меньше. Но несомненно, что это заслуживает дальнейшего анализа по гендерному признаку на большем материале. И тогда можно будет договорить, насколько реально вот это вот выявлено зависимость. И следует отметить, что при анализе метаболических факторов, нестероидных, о которых я говорил, гендерность проявляется как в действии фармакологических препаратов, так и в сдвигах, связанных с изменением образа жизни. Так, при изменении образа жизни и приеме антидиабетического бигуанида метформина, о котором в нашем институте часто говорится, на протяжении многих лет женщины в большей степени отвечают снижением массы тела, чем мужчины. И если подводить итоги тому, что я хотел вам рассказать, гендерная онкоэндокринология, по нашему мнению, это реальное понятие и значимо как для понимания этиопатогенеза, так и особенности чувствительности к терапии и подходов к профилактике ряда новообразований гормонозависимых тканей. При этом постменопаузальные больные раком эндометрия, по сравнению с больными раком молочной железы, имеют более выраженный избыток массы тела, реже подвергаются химиотерапии, как одного из стимулов к прибавке веса, но по отрывочным сведениям склонны лучше реагировать на весоредуцирующую терапию, что нуждается в сравнительном анализе не только в когортных исследованиях, но и в рандомизированных контрольных испытаниях, что, скорее всего, справедливо и при сравнении с женщин и мужчин, страдающих раком щитовидной железы. Таким образом, итоговый вывод – не стоит забывать о роли гендерности, не стоит забывать о роли органа, ткани, специфичности, что мы видели на примере маммарного эпителия и эндометрия, не стоит забывать о важности рандомизированных контролируемых исследований и выбора препаратов, причем не исключено таких препаратов, которые могут показаться необычными. Вот в частности, в качестве недавнего примера, хочу вам привести антигельминтный препарат мебендазол, который тормозит опухолевый рост и предупреждает развитие легочных метастазов на моделях прогрессирующего рака щитовидной железы. В предварительном плане передал эту информацию профессору Евгению Владимировичу Левченко, и, возможно, она, эта информация, может представить интересы для отделения доктора Замира Ахмедовны Раджабовой. Я думаю, что это можно было бы задуматься над этим. Такими свойствами могут обладать и некоторые антипротозойные препараты других классов, что заслуживает внимания при сравнении больных раком щитовидной железы мужского и женского пола. То есть речь идет не только об антигельминтных средствах, но и о других антипротозойных препаратах, которые на себя обращают внимание как противоопухолевые факторы. Возвращаясь к эндокринам и гормонно-ассоциированным факторам, хочу напомнить тот факт, что мы в течение долгого времени занимаемся так называемым тереглобулиновым тестом, то есть определяем тереглобулин через три недели после тереоидектомии при высокодифференцированном раке щитовидной железы. Но здесь хочу обратить ваше внимание на предиктивную роль в плане эндокринно-метаболического статуса. Оказывается, что те больные, у которых неблагоприятное течение высокодифференцированного рака щитовидной железы в группе высокого риска, то есть в случае инвазии опухоли или ее диссеминации за пределы шеи, при уровне тереглобулина больше 2НГ на миллилитр к третьей неделе после тереоидектомии чаще имели более высокий уровень тереотропного гормона, тогда как группа низкого риска при том же уровне тереглобулина более 2НГ в миллилитре характеризовалась более высокими инсулинемией и индексом массы тела. Даже для неэндокринологов понятно, что означает повышение инсулинемии и индекса массы тела. Это значит, что в то время, как максимальное подавление ТТГ разумно при раке щитовидной железы высокого риска, при раке щитовидной железы низкого риска, вот в этом понимании, о котором я вам говорил, умеренное подавление ТТГ может быть дополнено ограничением избыточной массы тела и гиперинсулинемией, указывая на подходы к лечению, диета, тот же метформин, о котором мы говорили, некоторые препараты, принадлежащие группе тоже антидиабетических препаратов, в частности, лироглютит, при использовании которого масса тела довольно заметно может снижаться. И причем роль гендерного фактора, о котором мы говорили на продолжении этого сообщения, здесь заслуживает сравнительного анализа, что может иметь прикладное значение. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...